Выспались. Идем выбрасывать в мусор и искать магазин продуктов. Улица очень тепло. И зачем я одела курточку, не знаю. Вообще очень тепло. Идти, кстати, 3 минуты 250 метров к магазинчику. Идем, смотрим на улицу. Все тихо, спокойно. Чисто, кстати. По улице, а тут прям есть еще даже среди вот таких домов некоторые частные дома, небольшие огородики. Вот лимон вообще растет. Вот, ну прикольно. Вот такие внутренние дворики. Там уже дерево цветет. Смотрите, такой столик. Террас, кстати, то я уже много видела. А эти дома как-то так близко расположены. А это лотерея. Лотерея Стратата. Видите, в Болгарии тоже это распространено. И вот в Испании тоже люди играют. Покупают себе разные билетики. Сейчас перейдем в дорогу. И пойдем туда, в Меркадон. Вот там как раз вокзал, трейн, на котором мы вчера сюда приехали. Совсем все рядышком. Близко. Мы просто вошли как-то другой стороной, а можно было туда и пойти по прямой. А вот и магазинчик. Заходим. Посмотрим сейчас на цены. Берем такую кошелочку. Бананы по 2 евро. Вот, кстати, это чуть-чуть другие плота. Взяли 2 манго спелые. Линя так любит желе, а тут как раз оно и есть. Разную хисяночку детям нашли на кашку. Недавно у Амальки болел животик. Будет кушать кашку. В Трите продаются готовые торты на дни рождения. Вот такие с разными героями. 13,80 евро большие. 8,50 маленькие. Для паэли какая-то штука продается заливать. А мы уже любим готовить паэли. Мне понравилось, что пиццу тут можно увидеть, как она выглядит сразу. Вот, прозрачная пленочка. И ты смотришь на реальный вид пиццы. Уважаем креветки тут огромные и по очень хорошей цене. Я в шоке. Я думала, что это вообще какие-то раки. Они огромные. Поэтому берем килограмм креветочек. Сегодня на вечер. День приготовят. Растут на улице прям оливковые деревья. Вообще тут мне нравятся деревья разные, интересные есть. А это вот самая милая картинка на свете. Обожаю смотреть на такое. Молодцы. Манго почистили. Очень-очень вкусные и спелые. Вообще вкусняшечка. Да, ты знаешь? Можечки смотрят сериалы вместе. Такие сестрички. Младшая, постоянно старшая мешает. Они говорят, забери ее, забери. Я ее не забираю. Так, день у нас сегодня. День восстановления. После полета встречи мы допоздна сидели. Ну вот. Поэтому такой день спокойненький у нас сегодня. Ну ладно, сидите. Едем с ними на одну станцию. Как-то там Сенс называется. Нам надо посмотреть еще одни билеты. Едем, смотрим в окно. Так красиво. Тут, кстати, тоже такие разные есть горы. Вчера мы ехали вечером поздно. И ничего не было видно. Поэтому сейчас вообще люблю ехать в поездах и смотреть в окно. Вообще круто. Так можно еще лучше узнать страну. Сейчас будем выходить на бар на Сенс. Или Сенс. Мы тут встали в электронную очередь в тех окошках. Покупают билеты. Мы хотели узнать по поводу билетов в Париж. Но нам дали сайт перед этим в окошке с информацией. И сказали, что во Франции сейчас проходят большие страйки. И вот мы не знаем точно, ездят сейчас туда поезда или нет. Хотя видели, что там было написано Париж. Вот. Уточним. Если можно будет ехать, то скорее всего купим билеты. Посмотрим по обстановке. В общем, в очереди постояли. Нам сказали, что в этой компании не продают. А где их покупать, так мы ничего не поняли. И вообще можно или их купить. Прям возле станции какая-то ярмарка. Где что продают одежду, украшения. А мы решили пройтись к какому-то парку. Дракон какой-то. Сейчас надо почитать. Узнать об этом. Такси такие стильные. Черные с желтым. Тоже очень их тут много. В Болгарии они все желтые. А тут черные с желтым. Вот. Подходим поближе. Наверное, тут можно подниматься на этого дракона. Ой, какое-то озеро красивое. Такие башни. И цветут деревья. Решили прогуляться к фонтану Монжуик. Пешком минут 20 идти, может меньше. Но погода очень хорошая, тепло. И как-то так даже уже атмосферненько. Мне даже чем-то напомнило салонники. Потому что в Барселоне тоже очень много разных мопедов. Вот такого. Вот такие улечки. Еще хотим попробовать обязательно. Танкос. Какое-то такое вот блюдо испанское. Традиционное. Такие уютные есть места. И рисунки на стенах. Я даже сделала фоточку. Это какой-то магазин. Все для дома. А мимо такого я вообще пройти не могу. Посмотрите, какая красота. Просто класс. Но мне на 100% напоминают прям салонники в Греции. Точно так же вдоль дороги разные кафешки, рестораны, магазины, куча мопедов. Очень шумно и очень активно. Вот вышли на такую площадь. Интересную, красивую. Это, наверное, дворец Каталонии. Не знаю точно. А это впереди стадион Барселоны. Фокольного клуба Барселона. Там есть музей, проводят экскурсии. А вот уже и видно издалека фонтан. Много-много ступенек. И вот как раз, может, это и есть Каталонский дворец, да? Много людей. Все себе отдыхают. Кстати, увидели чайки тут тоже летают. Пальмочки. Тоже много людей с собаками гуляют. Все раздетые, в топиках девочки. А это, наверное, мальчики-футболисты. Я не знаю, это опять милота. Опять вот такая милота. Снова бабушка и дедушка идут за ручку. Не могу. Просто это, просто кайф. Будем подниматься сейчас вверх. Я, конечно, хотела еще в Париж поехать. Ну ладно, это будет, наверное, уже в какой-то другой раз. Будет больше времени, чтобы узнать Барселону. Погуляю тут. Тут тоже очень-очень красиво. Смотрите, просто кайф. Красивый вид. Вот на горе тоже какой-то, не знаю, какой замок или что, дворец. Но тут тоже очень-то красиво. Поднимемся на самый верх, посмотрим. А фонтан сейчас выключен. Я вот на фотках видела, он красиво работает. Такой большой, но сейчас не работает. Не знаю, может он, его включают, может быть, на выходные дни. Либо там как-то потеплее. Один эскалатор, второй. Но вот этот не работает, поэтому идем по ступенечкам. Выше, выше, выше. Очень уютненько. Тут много зелени. Я пока не покажу, какой вид открывается сзади. Покажу уже, когда мы полностью поднимемся наверх. Как же красиво! Вы посмотрите на эти виды. Люди отдыхают. Тут тоже, кстати, есть кафешка. Играет живая музыка. Тут люди, кстати, мы заметили, и на травке могут люди сидеть, просто отдыхать. И на вокзале, прям на асфальте лежать. И вообще без проблем. Для них это вообще норма. Все на релаксе. И это не кажется ни для кого чем-то странным. А вот девочка веночек плетет. А же как-то мило, так спокойно. А вот мы с другой стороны видим море и Саграда де Фамилия. Надеюсь, я правильно выговариваю. Надо будет туда тоже обязательно съездить. Это вообще просто интереснейшая история. А впереди торговый центр Арена Смол. И там можно подняться наверх. Есть смотровая площадка. Есть лифт, который стоит полцента. Полтора евро. А, полтора евро. Ну, а также можно подняться наверх по эскалаторам внутри торгового центра. Бесплатно. Да, бесплатно. Это прям целая парковка для мопедов, мотоциклов. Бегают марафонцы. А еще такой контраст. Знаете, вся молодежь раздетая в топиках, в маечках, девочки. А люди постарше вообще могут идти в курточках зимних. Хотя очень тепло. Где-то градусов 19, да? Вот это 18-19. Может, даже еще теплее. Представляете, это здание, это настоящая арена бойцовская, где бились быки. Он был построен, арена была построена в 1900 году. И уже в 1970 было запрещено вот это все дело. В Каталоне, в 1977 году было запрещено. Но здание решили не сносить, а просто сделали такой фасад. Да, оно красиво. Интересно. Тут тоже разные кафешечки, ресторанчики. Заходим вовнутрь. Интересненько. Смотрите, какое здание. Ну, тут, скорее всего, есть все магазины, которые только существуют. Я думаю, смотрите, какой интересный пол. И взрослые, и дети ходят. И вот видите, как сидят на полу. Люди сюда просто отдыхают. Мы зашли в Пандору. Кстати, я недавно начала снова носить свою Пандору. И решили выбрать шармик, который с Испании будет мне напасть. Да, и вот этот шармик, это дом Гауди. Вот мне вот этот очень понравился. Смотрите, как красиво все заворачивает. Все так аккуратненько. Красота. Тут еще можно купить салфеточку, которая чистит браслетик. Только что показали, как она чистит. А я как раз хотела искать информацию, как же почистят браслеты. Я его давно просто не носила. Так что с обновочкой меня. Это мне успокаивающая заместь или вместо от того, что мы не поедем в Париж. А я так хотела. Маникюрный салон. Спускаемся вниз. Тут можно покушать. Тут разные фудкорты, разная еда. Выбирай любую страну, называется. Вот такие разные вкусняшечки. Вот такие закусочки. И, кстати, то, что нам готовила Януля. Потатас. Тортила де потатас. Очень вкусно она готовила. Они еще вот кладутся в такую штуку. Кстати, в этом торговом центре очень атмосферный розовый туалет. Тут кинотеатр тоже есть. В общем, есть все, все, все. А это хэппи. Кстати, вот этих хэппи бар энд грин в Болгарии очень много. И мы постоянно видим очень много чередей в этот ресторанчик. Вот увидели и в Испании. Вот и поднялись мы на самый верх. Смотровая площадка с таким красивым видом. И тут есть еще ресторанчик. Красиво. Вау, вы представляете, мы только что увидели, что это вообще-то как трек. Тут люди бегают. Люди бегают по кругу на этой арене. Какая-то как спортивная площадка. А внутри есть бассейн, там джакузи, все такое. Интересно. Вот, смотрите, бежит спортсмен. Прям в центре Испании. Тут сверху, конечно, тоже очень прикольно. И, кстати, тут не один ресторан, а их тут много. И реально классное время. Это вот, когда закат. Тут так красиво летают чаечки. Вообще офигенный просто вид. Просто офигенный. С разных сторон. Ой, как красиво. Смотрите, много-много пальм, горы. Природа тут красивая. Смотрите, вот тут, кстати, и написано разные названия, куда можно еще поехать. Вот, например, видно с высоты вот это. Мы хотим туда Тибидабу. Тибидабу. Хотим туда поехать. Парк Джон Миро. Парк Джон Миро. Это там, где, да? Вот это много-много пальмочек. А тут не видно. Только вид, куда ты смотришь. А, да, только... Кстати, с разных сторон, наверное, ты пешкицкий, да? Да. Вот так вот можно сидеть, отдыхать. И вот разные ресторанчики очень уютные такие. С этой стороны тоже. То есть с разной стороны разные виды. Да, в ходу в лекон, в коселе. Да, кстати, вы посмотрите. Вышел такой, поплавал, посмотрел на мир. Вот мы увидели это спортивный клуб. Называется Метрополитен. Там беговые дорожки, значит, все, спортивный комплекс такой. А сейчас будем проходить мимо парка Джон Миро. Вот такой он красивый. Много пальм. Кстати, не знаю, правильно, Джон или Хуан? А, наверное, Джон, да? Вот карта этого парка. Смотрите, какой он. О, место, где выгуливают собак. Вообще так прикольненько. Деревья. Мне очень нравятся вот такие деревья. И классно, что очень тепло. Нет ветра. Смотрите, сколько собак. А вот мужчина делает разминочку, упражнения. Вы думаете, что это за звуки? А Денис говорю, что тут... Вот, вижу попугаи. Смотрите. Тут много... Ой, какие там. Тут цветочки. Тихо. 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 я не успеваю все рассматривать просто на каждом шагу а тут какая эта зона большая тут катаются на роликах вот на свежем воздухе вот такие занятия тренировочки среди пальм тоже неплохо решили перекусить я наверное возьму такую коня 215 евро капучино они не уже будет выбирать наверное какие-то штучки с этими разные такие бутербродики и не взял вот такую штучку мне сладенькую и еще капучино эта штучка называется коня кофе-то пахнет я думаю что кофе очень вкусный а эта штучка сыр так расплавился там похоже на сыр бревна 3 и на хамон водная очень хочу какую-то сладенькую штучку а не коня конюхать нагулялись наелись теперь едем обратно день а сколько стоит один билетик где тут посмотреть два билетика до 350 один билетик евро в одну сторону а это прям двухэтажный такой мы по-моему свой один пропустили сидим ждем 2 не пропустили а не успели думали садится на него не садится так до конца не понимаем как именно это все отлично приехал наш мы еще зашли в меркодону купили хамон вино лук-бари лимончик креветки утром покупали будем делать креветочки я заметила что тут все с такими сумочками ходят в магазин на колесиках сортируется мусор я уже выучила как будет пакет на испанском босса босса это пакет что мы уже готовим но не мы день и я 0 к день а учит я 0 q как правильно готовить вот эти вкуснейшие креветочки с луком порей с маслом с чесночком с лимончиком и свином вот такая будет вкусняшечка сейчас покажу вам мастер-класс как я 0 к скручивает забываю постоянно а хамон хамон испанских вчера выкладывала на тарелочку и сегодня и смотрите что он делает меня в конце выдавливает сок лимона на креветочки и получается прям очень-очень вкусно